Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на вопрос, который пришел на сайт библейского портала Экзегет. Многие молодые люди не спешат рожать детей, хотят пожить для себя. Как к этому относиться? Здесь очень важно понимать, что традиция церкви, традиция священного Писания всегда воспринимает детей как благословение от Бога. И действительно, когда в семье появляются дети, и когда с детьми выстраиваются правильные отношения, семья наполняется новым смыслом, и супруги начинают проникать в какое-то более глубокое понимание вообще семейной жизни и духовной жизни. Так вот, например, в Псалтире, в 126-м Псалме, говорится, «Вот наследие от Господа – дети, награда, от него плод чрева». И кроме всего, мы знаем, что рождение и воспитание детей – это дело, которое способствует нашему спасению, особенно спасению женщины, потому что изначально, когда Адам и Ева выпали из рая, Господь говорит жене, что ей необходимо заниматься возделыванием земли, а жена будет рожать детей. Это её главная, так сказать, обязанность. И да, я понимаю, что многим это странно слышать. Но, например, в 1-м посланнике Мафея апостол Павел во 2-й главе говорит такие слова. Он говорит про женщину. «Спасётся через щедородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием». То есть, женщина, которая рождает и воспитывает детей, она через это достигает спасения. И есть ещё очень интересный момент. В книге «Бытия» в самом начале, когда Господь творит человека, вот после сотворения мужчины и женщины, Он ещё в раю даёт им заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Некоторые думают, почему-то очень неправильно, что совместная жизнь супругов для рождения детей появилась после грехопадения. Но это совершенно не так. Вот что говорит Господь после сотворения человека. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землёй, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И знаете, что интересно? К моменту, когда Адам и Ева выпадают из рая, у них нет детей. И некоторые комментаторы, некоторые толкователи допускают такую мысль, что причиной неправильного духовного устройства Адама и Ева, которое послужило к первородному греху, было в том числе, что они решили пожить для себя, что они не выполнили заповедь Божию, который говорил «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И так получается, что к моменту, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, у них нет детей. Так вот, интересно, что у человека внутри есть некоторая иерархия любви. Любовь к тому, что выше человека, любовь к тому, что наравне с человеком, любовь к тому, что ниже человека, к тварному миру. Об этом говорит блаженный Августин. И исполнение заповедей Божьих, в том числе заповеди о совместной жизни и рождении детей, помогает сохранять правильную гармонию внутри человека. Потому что для людей, которые отказываются от деторождения, зачастую любовь к друг другу и к окружающей природе, к окружающему миру, может затмить любовь к Богу. А по предположению некоторых отцов, именно это было проблемой, которая дала возможность вообще дьяволу подойти и искушать людей. Что Ева, например, она любила окружающий мир, исследование окружающего мира, больше, чем любила Адама и Бога. А Адам любил Еву больше, чем Бога. И поэтому вот Ева начинает исследовать, что там ей змей говорит, всё это заканчивается не очень хорошо. А потом она приходит к Адаму, и Адам, вместо того, чтобы обратиться к Богу, берёт от неё этот плод и съедает. Конечно, необходимо учитывать и условия жизни, но учитывать их трезво, потому что зачастую мы знаем ситуации, когда люди полагаются на волю Божию, полагаются на Его помощь, и Господь действительно очень серьёзно помогает в случае, когда люди готовы рожать детей, полагаясь на Божье благословение и на Его поддержку. Необходимо иметь здесь трезвый ум, необходимо понимать, что эта заповедь ещё райская, и она очень помогает созидать внутреннюю гармонию и помогает нашему духовному деланию, спасению и вхождению в Царство Небесное.